Меньше опыта, больше обязанностей. С 4 апреля вступили в силу поправки в правила дорожного движения, касающиеся водителей-новичков. Мнение изучал Александр Петровский. Александра Проходцева за рулем всего два месяца. Об изменениях в правилах знает и уверенно рассказывает, какие ограничения коснулись ее, как начинающего водителя. Я знаю, что нельзя производить буксировку, если у меня нет опыта больше, чем три года. Соответственно, у меня есть для этого знак. Для мотоциклистов тоже нельзя перевозить второго человека сзади. Я соблюдаю данные правила. Правила буксировки механических транспортных средств дополнены пунктом, который говорит о том, что при буксировке водитель, который управляет буксирующим транспортным средством, должен иметь право управления транспортными средствами в течение двух и более лет. Кроме того, обязательным стало и наличие специальных опознавательных знаков на автомобилях, таких как шипы и начинающий водитель. За их отсутствие предусмотрен штраф 500 рублей. С марта подать документы на замену водительских прав можно в любом многофункциональном центре. В Северодвинске услуга пока не популярна. Ей воспользовались два человека. У нас можно получить права при замене, при утрате водительского удостоверения в связи с изменением персональных данных, а также можно подать заявление на выдачу международных водительских удостоверений. Готовые удостоверения выдадут в отделении ГИБДД по истечении одного рабочего дня. Александр Петровский, Станислав Крылов, Вестник Северодвинска.